События среды 9 марта в материалах корреспондентов программы 7 минут с городом. Добрый вечер. Борис Албегов провел совещание с руководителями управляющих компаний ТСЖ и предприятий жильцекоммунального комплекса Валдикавказа. Глава столичной администрации задал деловой тон встречи и обозначил основную цель заседания – уборка придомовых территорий многоквартирных домов. Пришла весна и вместе с теплом из подрастающего снега виднеются не только подснежники, но и накопившийся за зиму мусор. По мнению городоначальника Владикавказа Борис Албегова, сегодня не все городские дворы могут похвастаться чистотой и порядком. Поэтому управляющим домами следует серьезно заняться санитарным состоянием подведомственных территорий. Это основная причина встречи с руководителями управляющих компаний и ТСЖ в столичной администрации. Мы ставим цель делового нормального партнерского диалога. Вы видите, какая не совсем чистая во дворах. Они представители, у них в управлении очень много многоквартирных домов. И мы задались целью, чтобы и во дворах навести порядок. Вы видите, что основные артерии города уже чистые. Теперь осталось зайти во дворы и навести порядок. Мы им предложили свою помощь. Они очень активно откликнулись на эту помощь и активно будут нам помогать. Мы уверены, что вместе, совместно нам удастся вычистить и дворы наши, и улицы. Мы сейчас готовим субботники. Они поддержали нас, кстати. Мы весь апрель, каждую пятницу будем проводить субботники. Весь апрель. Мы тоже обеспечим их инвентарем, красками, материалами, известью. И я думаю, он будет 1 мая намного чище в городе. Намного. В ходе совещания руководители управляющих компаний озвучили и свои проблемы. Это в первую очередь вопрос ценообразования в области обслуживания жилья. Не секрет, что не все жители охотно платят за их обслуживание. Управдомы одной из причин падения сборов на предоставляемые виды услуг называют систему оплаты через единый расчетно-кассовый центр. Активным, по словам Руслана Рамонова, сбор может стать в случае ввода контролеров. Для этого управляющие компании даже готовы оплачивать работу дополнительных штатных единиц. У нас сейчас идет пассивный сбор, то есть явочный. Сам собственник жилья приходит, оплачивает. А те, которые молчаны, то есть сидят дома и не обслуживаются, поскольку мы работаем через ВИРЦ, мы этим не занимались. Сейчас мы самостоятельно в этой области активировались. Ну и можем даже пойти на то, что уйти от услуг ВИРЦ. А мы попросили сейчас руководству города в это вмешаться. Также претензионка. Претензионная работа с неплательщиками нами ведется, но после прохождения судебных процессов самоисполнительное производство идет медленно. Еще одна болевая точка коммунальщиков – фонд капитального ремонта. Руководители ТСЖ и управляющих компаний в один голос отметили, что региональный оператор практически стал конкурентом плат за обслуживание. Во-первых, нужно разъяснять систематически собственникам жилья, что это абсолютно две разные задачи. Одно дело – капитальный ремонт жилищного фонда, это региональный оператор, это республиканская структура, где средства действительно накапливаются. А вот управление жилфондом – это платеж, который тратится ежемесячно на дом. Он и не подразумевает создание каких-либо фондов. Подводя итоги совещания, Борис Албегов рекомендовал проводить систематическую работу с населением, организовывать встречи во дворах, где собственники жилья смогут получить всю необходимую информацию с жилищно-коммунального комплекса. Глава администрации Владикавказа также поручил подключить средства массовой информации к информированию населения. Новыми заместителями главы администрации Владикавказа назначены Владислав Дауев и Уруз Макулов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы республики. Владислав Дауев будет продолжать исполнять обязанности начальника управления муниципального имущества и земельных ресурсов АМС Владикавказа. Кроме того, осуществлять координацию управления по закупкам и торгам, а также управления экономики и предпринимательства. Уруз Макулов будет курировать информационно-аналитический отдел администрации местного самоуправления столицы республики. В столице Северной Осетии начались работы по обновлению дорожной разметки. Во Владикавказе есть места, где она стерта практически полностью. Самое страшное последствие несуществующей разметки – это ДТП. По закону, сотрудники госавтоинспекции могут направлять заявки в мэрию с рекомендацией привести в порядок определенный участок только если есть жалобы участников дорожного движения или если случилось ДТП, в результате которого погиб человек. По информации сотрудников ГИБДД, всего в городе более 200 нерегулируемых пешеходных переходов. При этом большая часть из них небезопасны. Именно потому, что разметка плохо или совсем не видна. В администрации объясняют, разметку на дорогах по правилам обновляют не реже трех раз в год. Но, как показывает практика, этого совсем не хватает. На качество разметки влияет множество факторов, в том числе и погодные условия. Легко и непринужденно дети от 3 до 7 лет обучаются родному языку, полностью погружаясь в языковую среду. В школе-студии Фондиак все направлено на то, чтобы ребятишкам было интересно, уютно и весело. Несмотря на то, что учреждение функционирует не так давно, оно уже завоевало сердца многих владикавказцев. Чтобы лично проверить, так ли на самом деле превосходно себя там ощущают юные владикавказцы, студию Фондиак посетил заместитель главы администрации Владикавказа по совместительству руководителя управления образования АМС Роман Газюмов и депутат городской думы 6-го созыва Лариса Дзахова. Как член постоянной действующей комиссии в собрании представителей по науке и образованию, я посетила развивающуюся студию Фондиак. Ну, давно о ней слышала, ее анонсировали давно, но, в общем-то, посетила ее я не раз. Я была и на открытии школы, потом мы были вместе с Романом Черменовичем Газюмовым, новым начальником управления образования. Мы посетили эту школу дважды. Вот первое, что бросается в глаза, когда переступаешь порог вот этого замечательного во всех, и в архитектурном, и во всех отношениях буквально здания, первое, что бросается в глаза, здесь уютно и комфортно. Здесь уютно и комфортно от окружающей атмосферы. Фондиак в переводе с остинского означает «желанно». И вот следуя этимологии этого слова, действительно, вот детки здесь очень желанны и любимы. А когда детишки знают, что они желанны и любимы, то, соответственно, вот их поведение раскрывается совсем по-другому. Они раскрепощенные, они задорные, они очень любознательные. То есть вот вся эта атмосфера, вот такие качества в них как бы культивируют или раскрывают эти их качества. Академия Это все, что я и мои коллеги хотели рассказать вам сегодня. Увидимся завтра. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова